Согласно поправкам 1 июля, застройщик сможет получить расчет за проданные квадратные метры только после сдачи квартиры. Если жилье приобретено на этапе возведения дома, то деньги должны храниться на специальных счетах в банке. К ним не имеют доступа ни покупатель, ни продавец. Изменения не коснутся тех сделок, которые были заключены ранее. Сейчас все многоквартирные дома, при строительстве которых были нарушены права людей, включены в региональную дорожную карту. Губернатор Край интересуется у министра, может ли обманутым дольщикам Кубани помочь Федеральный компенсационный фонд. Деньги из него направляют на завершение строительства. Для нормализации ситуации и законы эти меры необходимы. Это, безусловно, у нас огромные слова благодарности и Минструю, и Федеральному центру, и правительству за данный закон. Но вот все-таки, вот этот Федеральный компенсационный фонд, деньги, которые там накопились, все-таки можно в порядке какого-то исключения или по каким-то механизмам все-таки пустить на то, чтобы мы достроили существующее наследство. Вот то, что является сегодня предметом максимального возмущения обманутых дольщиков, в том числе и в Краснодаре, или в Краснодарском крае, как и по другим субъектам Российской Федерации. В прошлом году в регионе насчитывалось 60 проблемных объектов. На сегодняшний день восстановлены права дольщиков на трех из них. Девять домов введены в эксплуатацию, а для завершения строительства десяти многоквартирников уже нашли инвестора.